Прикоснуться к вечной теме поиска сокровища. Одесская муз-комедия открывает 75-й театральный сезон премьерой «12 стульев». Путь к драгоценностям на сцене театра покажут в двух действиях. И хоть 12 стульев всего 12, героев спектакля намного больше. Нас тоже сподвигло взяться за этот материал и любовь к одессе, к юмору, и любовь к этому вечному произведению, классическому. Потому что понятно, что те проблемы, которые отражались в произведениях Ильфа и Петрова, и сегодня очень актуальны. Любая сцена и спектакль, любой персонаж мы можем сегодня провести с вами параллели с сегодняшними действующими лицами и экономики, и политикума нашего, и нашей жизни, наших соседей, наших знакомых. Дорога героев, которые проведут зрителя по знакомой каждому истории, будет насыщена сюрпризами. У самих Ильфа и Петрова были некоторые разногласия о том, как же окончить роман, а судьбу главного героя решил Шеребий. Какое путешествие пройдут искатели сокровища, зрители узнают уже 10, 11 и 23 октября. Ну я бы это назвал такой свободной музыкально-сценической импровизацией на тему 12 стульев Ильфа и Петрова. Разумеется, к слову, мы отнесли очень бережно, тексты Ильфа и Петрова сохранены. Это комедия с легким таким направлением, с комедийными постановочными эффектами. Я бы сказал, даже гротесковыми эффектами. А мистический, ну потому что в спектакле есть танцующие, не танцующие, есть люди стулья, люди шахматы, люди архив, есть призраки, есть наваждение Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Спектакль посвятили памяти народного артиста Украины Николая Завгороднева. Именно он должен был предстать в образе Воробьянинова. Историю любимых всеми героев раскроется не только яркая актерская игра, захватывающий сюжет, но и декорации. Впервые в театре зрители увидят комикс, который будет сопровождать главных героев в их приключениях. Этот спектакль совместно.